доброе утро мир сейчас я пойму у меня нормально видно слышно пишет мне что я в эфире пишет мне что я во вся случае в двух сетях мне уже пишет что я в эфире поэтому доброе утро тем кто меня видит уже те кто присоединяется сейчас те кто будет смотреть этот эфир в записи всем привет всех рада видеть еще не вижу но пару минуточек подожду будем мы с вами сегодня говорить о записи все вижу что вы начинаете появляться вижу что вы присоединяетесь рада видеть сейчас хочу увидеть от вас доброе утро одного-двух человек чтобы понимать что я действительно не сама с собой разговариваю что меня действительно видно и слышно и по ту сторону экрана живые люди не только циферки не только номера на экране масса массаха господи не ваш на экране говорим мы сегодня про зависть про вторую часть зависти про вторую обратная сторона зависти некоторое время назад мы говорили с вами про зависть когда завидуете вы такая каждый живой человек так либо иначе признает либо не признает но испытывает определенное чувство зависти и как добра утра вижу ваше доброе утро это уже радует уже 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 ура а что поделать если мы осознаем зависть не осознаем зависть насколько она может быть ресурсная насколько она может быть не ресурсно и в комментарии под этим эфиром доброе утро в комментарии под этим эфиром не написали о том что свет все конечно хорошо но вот вопрос о том что делать если завидую я я понимаю а вот что делать если завидуют мне и как обезопасить себя от зависти и что делать если меня от зависти кусают как осознать это совершенно не был раскрыт и я там в том же комментарии пообещала что ровно в понедельник об этом поговорим ну вот собственно говоря неделя страхов на прошлой неделе закончена на этой неделе открываем неделю начинаем завистью потом я хотела запланировал с вами поговорить про про то кому служит ваша деятельность на что притягиваются клиенты доброе утро вижу instagram но начнем мы сегодня с зависти даже не зависть а со страха зависти либо с темы как защититься от зависти что делать если завидуют мне как можно себя обезопасить и защититься от зависти до довольно занятная тема поскольку из интересного одна из часто встречающихся вторичных выгод не идти в увеличение доходов не заниматься улучшением своей жизни не проявляться не заявляйте себе не выходить на широкую на большую аудиторию страх зависти тоже об этом не всегда говорят не очень часто в этом не очень часто не охотно не очень охотно в этом признаются и тем не менее доброе утро привет ириночка и тем не менее имеет место быть не всегда эта штука осознается но имеет место быть когда начинаешь работать с клиентом что же тебе мешает почему ты саботируешь свое продвижение почему ты саботируешь свое движение вперед почему ты собрать дохода покупку квартиры или дома масштабирование и так далее и докапываемся до страха зависти причем страх зависти как из социума то есть ну там просто абстрактно кто-то будет завидовать не знаю в соцсетях кто-нибудь да и до конкретных точек конкретных людей доброе утро конкретных людей когда говорят вот боюсь что мне позавидуют там он или боюсь что мне позавидуют она ну то есть там подруга сестра ли мама ли да и все это тоже имеет место быть есть конечно красивая идея том что мамы только радуются своим успехом по факту далеко не всегда это бывает есть множество разных переплетений перепуток в семейной системе когда мама не радуется успеху своему ребенку когда мама тоже может завидовать например успеху дочки такое тоже бывает опять же это не здоровой позиции но тем не менее определенное место в реалиях это занимает есть очень множество идей о том как защищаться от зависти я для интерес у меня есть я сегодня подвесами своим субъективным мнением я не претендую на истину в последней инстанции более того из того что я обнаружила из интересов погуглив а что же об этом говорят другие те советы которые чаще всего встречаются в интернете например они в корне отличаются от того что я про это думаю я ну то есть просто диаметрально противоположная штука чаще всего в интернете я замечаю следующие штуки счастье любит тишину нефиг хвастаться старайтесь сделать так чтобы о ваших успехов мало кто знал загуглите просто вам если ну так интереса ради как защититься от завистью google вбивается и получаете плюс-минус однотипные ответы из серии не высовывайся что собственно говоря к успеху особо точно не ведет потому что чтобы успеху идти высовываться то как раз приходится и чтобы о себе заявлять высовывать то как раз при высовываться простить это как раз приходится и выделяться то как раз приходится и это уж точно идет в развес выйти с идеей достижения цели с идеей проявления себе заявление о себе и так далее поэтому основные советы не высовывайся либо сделай так чтобы тот кто тебе завидует тебя там как-то сильно полюбил начни там его благодетельствовать сиди тихонечко чтобы не давать поводу для зависти но я почитала поулыбалась поняла что я в корне не согласна с этой идеей собственно ну вот вот прям вообще не согласна и моя у нас судим будет такой наверное короткий эфир не знаю потому что у меня не так много советов у меня наверное один из самых первых советов даже не советов еще раз это просто то это точно то что делаю я это моя точка зрения на то как защититься от зависти что с этим делать и стоит ли от нее защищаться моей картинки мира одна из больших ловушек которые в которые люди попадают когда встречаются завистью это то что они на зависть не хотят смотреть это то что в зависть и не хочется факт наличия зависти не очень хочется признавать почему потому что когда я признаю что мне завидуют тот либо иной человек а мне завидуют но не мне лично дать чаще всего мы встречаемся болезненно завистью людей которые нам близки и на это смотреть не хочется и мы стараемся всячески от этого отворачиваться и оправдывать не признавать что что завидуют нам на зависть достаточно близкого человека это может быть друг это может подруга от ума коллега родственники да там сестра тетя мама и в этом признаваться с этим встречаться признаваться в этом совершенно не хочется слова совсем и люди стараются на это не смотрите отвернуться ну как бы ну как бы и либо пытаться искать проблему в себе потому что очень не хочется проще вот на самом деле чаще всего нашего менталитета проще сказать может это правда я чуть не так сделал до чем согласиться что человек которого я люблю бы не тупо завидует для многих людей которых воспитывали в нашем посоветском пространстве по советскому пространстве до нас приучили сразу искать а где я не такой а а если когда ребенок приходил до со школы домой и говорил там у меня в классе не любят не знаю если кому то знакомо приходил быть в классе сильно не любили доброе утро честно признаюсь вам меня в классе сильно не любили сейчас прочитаю а и когда я приходила в школу и в школу Приходила домой и пыталась понять, да, а почему меня не любят в школе. Мне мама говорила, ну, если не бывает, что все были плохие, одна ты хорошая, если тебя в школе не любят, значит, ты это заслужила. Ну и так, следом, чтобы было не очень скучно, да, вместо того, чтобы разобраться, почему меня не любили в школе, я уже потом поняла. Потому что меня дома сильно учили о том, что быть умной – это очень хорошо. И дома меня любили за ум, а в школе я очень сильно старалась заслужить свою любовь, заслужить любовь и очень старалась показать, насколько я умная. Собственно говоря, было за умной выскочкой. Ну, за умных выскочек не любят, да, но вместо того, чтобы разобраться, что на самом деле за этим стоит, следом еще идет такое, ну, поднажать, да, так, чтобы уж точно засеять идею, что если мне кто-то завидует, или меня кто-то не любит, в этом точно я виновата. Так, это о моих родителях, не высовывайся. Когда тренер попросил поделиться своими результатами, средствами интервью, я поделилась этим с мамой, она в ужасе. Никогда. И я тоже написала в нашем чате, да, это часто родители таки культивируют идею о том, что никогда об этом не говори, никогда не рассказывай, не высовывайся, еще позавидуют, да, и будешь сама виновата, и тысяча и одна причин. Так вот, первое, в борьбе с завистью, если вообще это можно назвать борьба, да, то, что, ну, как на определенном этапе, то, к чему пришла я. Первый шаг, вот прям самый первый шаг, это просто признать, что мне завидуют. Ну, вот так вот бывает, да, поисследовать на самом деле, чему завидуют, потому что иногда вам-то кажется, что завидовать нечему, а люди, которым свойственно завидовать, они всегда найдут. И можно действительно поисследовать и честно себе признаться, то есть первое, с чем имеет смысл столкнуться, и первое, что имеет смысл сделать, признаться, что мне завидуют, и вам будут завидовать. То есть, если вы идете к своим целям, если вы двигаетесь, если вы развиваетесь, если вы увеличиваете, увеличиваете, не знаю, уровень дохода, качество жизни, карьеру, отношения, да, то есть если вы идете в развитие, то вы так либо иначе будете приходить к результатам. Кто-то быстрее, кто-то чуть медленнее, но вы точно будете приходить к результатам. И вот как только вы будете приходить к результатам, вам будут завидовать, смиритесь. Что значит «смиритесь»? Смиритесь с идеей, примите идею, что вам точно это, ну, это так есть, это так бывает. На это надо быть готовым изначально придумать, здравствуйте, придумать, согласиться с идеей, что завидовать вам будут. Будут, точка. Не пытайтесь быть хорошими для всех, не пытайтесь понравиться всем. Причем завидовать будут, больше всего завидовать будут именно те, ну, кто вам не хотелось бы, чтобы вам завидовал. Завидовать будут те, кто вам бы хотелось, чтобы с вами эту радость разделил. К этому надо быть просто готовым. Вот для начала так, это для начала, да? Но если вы не признаете, не будете готовы, потому что завидовать вам будут, вы не сможете эту зависть встретить подавающим образом и с ней взаимодействовать. И очень многие люди, очень многие люди, подавляющее большинство, именно на этом обламываются. Подавляющее большинство не доходит до реализации желаемого, не доходит до своих целей, потому что обламываются из-за зависти окружающих. В чем это выражается? Слово «крабить», я думаю, большинству из вас известно, да? И когда вы начинаете двигаться в развитии, ваше окружение говорит, что «иди сюда», куда ты полез, зачем это надо, вам придется менять окружение, да? Потому что ваше окружение может не принять, большинство вашего окружения может не принять ваше развитие, большинство вашего окружения может не принять ваши изменения. И еще раз, я про это не так много говорят, но с этим придется смиряться, придется соглашаться с тем, что вы либо останавливаете свое развитие, останавливаете свое движение и остаетесь на том уровне, на уровне вашего нынешнего окружения, или вы меняете нынешнее окружение вспоминаем те кто смотрит меня постоянно вспоминаем эфиры про системы до полуста в августе отдавалась и нет на моем youtube канал найти этот эфир про взаимодействие с системами и это собственно говоря туда же теперь когда вы соглашаетесь тем что да мне завидовать будут ну будут и да с кем-то из своего личного окружения мои пути разойдутся и это тоже в этот факт это надо понимать что когда еще раз когда вы будете двигаться к своим целям например вы хотите зарабатываете и цифры сейчас будут условный зарабатывает совершенно условно никому вообще не привязаны зарабатываете тысячи долларов хотите зарабатывать там три тысячи для начала так вот на момент когда вы заработаете 3000 долларов вы захотите отдыхать на 3000 долларов они на одну до встречаться на уровне всех заведениях которые соответствуют и 3000 они 1 отдыхать у склада учиться у тренеров которые соответствуют трем они 1 а ваш все окружением будет оставаться на уровне 1 и у вас будет выбор и вам придется менять да и и и и поднимать себя и 1 2 3 человека из вашего окружения будут оставаться с вами остальные потихонечку постепенно начнут начнут от вас пути начинают расходиться и они точно будут вам завидовать и точно будут пытаться вас скрабить и и рассказать вам что это вы не окей по одной простой причине вы становитесь в этом месте вы становитесь для них живым укором их бездеятельности в этом месте еще раз вы становитесь для них живым укором их бездействия потому что когда в их окружении всем условно тяжело и всем условно плохо все сидят на попе ровно плачут и ругают правительство кризис ковид и еще тысячу чего-нибудь каждое время и нам всегда можно найти кого поругать и когда все на одном уровне то все хорошо виноват правительство повод кризис и все остальное но когда вдруг из общего вашего окружения появляется кто-то один например вы которые несмотря на правительство ковид кризис и все остальное двигается у него пол либо у нее не суть важно получается то это сильно пошатывает те отмазки которыми пользуются эти люди для того чтобы не двигаться и это реально раздражает потому что если у него получилось значит это вопрос не в правительстве не в ковиде можно конечно сказать что он просто он либо она это еще раз не суть важно да случайно у него получилось просто удача и вообще он зазнался он от друзей там или от родственников отсюрается и по вот этому вот так вот такой вот он плохой а мы там бедные но гордые да бедные но дружные и важно еще раз важно понять что это будет никуда вы от этого не денетесь насколько вы будете с этим готов взаимодействовать будет зависеть от того насколько вы готовы это признать это один очень важный момент второй с первая для того чтобы взаимодействовать признать что это так мне блин завидуют так бывает и я понимаю так почему и чему конкретно далее а вот далее начинается интересно когда вы это признали последствия будут напрямую зависеть от того в каком состоянии вы тут мне тут что-то написал от того в каком состоянии энергетическом вибрационном эмоциональном находитесь вы почему потому что самое ценное я надеюсь что вы после сегодняшнего эфира как-то по-другому начнете смотреть на завистников самый ценный ресурс который конвертируется вас практически во все остальное самый ценный ресурс это внимание 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 это энергия энергия это деньги и вам люди которые говорят о вас плохо которые обсуждают вас которые завидуют вам как-то пытаются на вас там искососмотреть и как-то вас ученик это люди которые дарят вам их энергию то есть они свою энергию вместо того чтобы направлять на их цели на их реализацию они свою энергию направляют на вас и дальше зависит только от одного в каком состоянии находитесь вы и как эту энергию вы можете использовать если вы находитесь состоянии ну там внизу страха до каких-то расстройства печали грусти ожидания нападения то тот уровень вибрации которые в 1 вас направляют эти люди да он будет он будет вашем поле он будет по вам бить если вы находитесь поинтересуйтесь я когда-то рассказывала вибрационная шкала хокинса удивительный чудесный инструмент а так вот когда вы находитесь ваше общее фоновое состояние вы находитесь 500 плюс то есть вы в таком состоянии любовь и выше если вы находитесь состоянии радости если вы находитесь состоять живете из этого состояния до состояния радости и состояния благости состояния кайфа и драйва жизни то зависть которая направляется к вам в вашем поле преобразуется просто в энергию вы получаете дополнительную энергию дополнительную энергию которая будет помогать вам реализовывать ваши ваши цели прекрасным совершенно образом можно сделать себе такую мантру и это на самом деле работы когда вы замечаете что кто-то вам завидует что кто-то вам строит козни и что кто-то о вас плохо говорит либо как-то плохо обсуждает представляете пожалуйста что каждое слово сказано вашу сторону независимости от вне зависимости от от плюсы либо минус это отправленная вашу сторону девушка очень здорово работает не не верьте мне не верьте проверьте пожалуйста вам понравится когда вы просто озадачиваетесь своим состоянием я про состояние где проводила уже наверное раз 6 либо 7 последний раз то было в магический месяц в в вайбере у себя в группе на несколько раз проводил бесплатный проект магический месяц не думаю что буду сейчас вы проводить еще раз хотя может быть да когда у проект который направлен на поднятие эмоционального состояния вы можете на поднятие уровня вибрации вы можете взять себя очень простую практику я еще буду проводить магический месяц точно не один раз просто наверное ближайшие не самое ближайшее время но возьмите себе простую практику каждый день утро начинать с того чтобы писать хотя бы просто 10 раз описать от руки не только головой писать от руки 10 благодарностей очень простая штука вы 10 10 разных желательно каждое утро вы находите за что вы благодарны миру за что вы любите жизнь 10 пунктов каждое утро на протяжении хотя бы месяца вы заметите удивительную штуку ваш общий уровень вибрации начнет подниматься ваш общий уровень эмоционального состояния начнет подниматься вы будете жить из состоянии кайфа и состоянии радости и когда вы находитесь в таком состоянии то любая энергия у вас любая стрела у вас запущенная становится не более чем энергии дополнительной энергии которую вы получаете и не нужно защищаться от завистников куда пусть себе завидуют на здоровье ваше здоровье пусть в ваше здоровье завидуют вам и пусть прекрасным образом отправляют вам свою энергию зачем же от нее защищаться будьте просто в высоко в высоко вибрационном состоянии и вы будете чудесным образом любить своих завистников которые могут исходить ядом вашу сторону при этом милого вам улыбаясь а вы будете визуализировать и наблюдать как любой яхт плюнутый плюнутый до пронесла плюнутый в вашу сторону прилетает к вам долларами пусть завидуют пусть завидуют они завидуют у вас больше долларов становится но зачем защищаться теперь еще один такой чудесный момент у меня очень мало друзей осталось мало кто пишет аж грустно бывает остались те после разговора с которыми пару часов крылья вырастает хочется двигаться дальше я не слышал чтобы обо мне что-то говорили могут о вас ничего не говорили бы вы можете не слышать и действительно бывает так что остается мало друзей но сейчас учить с прежних округ из прежнего окружения у меня если посмотреть совсем вот прям так честно честно ческом то большинство мы большинству моего окружения там пару лет а вот таких друзей чтобы там много-много-много лет оставались вместе у меня есть одна подруга с которой мы дружим уже там 23 года да вот вот это вот такой динозаврик который мы познакомили сохраняя наших старших детей и дружим до сих пор большинство окружения у меня была смена окружения и здесь такая интересная штука что если мы говорим про смену окружения да если я говорю о том что ребята у вас не останутся ну да большинство старых друзей не не будет у вас разойдутся пути так так бывает это вот это не неизбежно то хорошо бы озадачиться сознательным это чуть-чуть в сторону да ну тем менее хорошо бы озадачиться сознательным формированием своего нового круга общения сознательно формируйте себе свой новый круг общения посмотрите на тех людей кто уже достиг то к чему вы хотите прийти по исследуйте в своем поле зрения по находите какое-то количество людей которые достигли которые уже пришли туда куда вы хотите идти или если не пришли полностью то где-то хорошо впереди вас находится и задайте себе найдите среди них тех с кем вам бы хотелось завязать отношения дружеские отношения и задайте себе один простой вопрос чем я могу быть этим людям интересно либо интересен что может что вам не есть такое что этим людям уже захотеться со мной общаться и формируйте осознанно свой новый круг общения из людей которые чуть-чуть впереди вас и это то что вам позволит завязать новые отношения это то что вам позволит завязать конструктивные продвигающего соотношения и это то с чем это тот новый круг общения с кем будет интересно и пообщаться и поговорить и отдохнуть и вместе развиваться возможно вместе делать какие-то проекты либо возможно просто создать новый круг общения в котором будет кайфово и интересно и круг общения создается осознанно вот правда правда круг общения создается осознанно дальше следующий момент о котором хотелось бы поговорить так про признать зависть сказали то проработать от повышением своего эмоционального состояния вибрационного состояния сказали правда когда вы находитесь в вибрационном состоянии любая зависть направленная в вашу сторону она она трансформируется просто в энергии но есть еще один такой момент он тоже грустный печально но тем не менее есть люди которые из зависти вас умудряются кусать которые умудряются из зависти строить какие-то козни и как-то вас покусывать и тогда посмотрите на два момента первый момент да они кусаются из зависти так бывает но они могут укусить вас только в двух момент только в двух точках либо это люди слишком близко к вам да ну то есть у них условно доступ к телу что можно укусить либо это ваш начальник либо ваш подчиненный либо это 2 да вот ну ступень выше ступень ниже у вас на работе все больше больше вас мало кто может укусить ваш может укусить только либо близкий человек очень близко к вам находящийся либо это по работе либо может укусить человек который просто у вас либо первая линия вашего подчинения либо первое либо вы в первой линии подчинения если вы говорит если мы говорим о том что это человек слишком близко находится к вам грустно печально удаляйте ну да вы до выдерживаете такую дистанцию чтобы человек укусить ему опять же вспоминаем эфир про системы да когда вы выбираете какую систему вы остаете и там озадачиваетесь какую цель преследует система какую цель преследует этот человек если можно сделать так в большинстве случаев можно сделать так чтобы реализация вашей цели закрывала цели системы ну да сипук удовлетворяла цели системы тогда задача сделать так чтобы реализация ваших целей удовлетворяла цели системы вас перестанут кусать моментально но если вы понимаете что это не та система просто удаляйте прекращайте общение да вы убираете человека который вас кусает убираете из поля есть такое чудесное упрощение я после общения со своей завистницей плохо себя чувствую более раздражает вопрос кем сколько денег зарабатывать у меня только один вопрос 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 поле для чего с этой завистницей общаться вспоминаем пожалуйста некоторые знают упражнения то о том что только я ответственен за свои границы и только вы ответственны за свои границы то это вопрос по границам это вопрос про границы мы будем по моему послезавтра у нас до в среду запланировано эфир о том как научиться говорить нет мы там много говорить про границы ну что что она родственница ну что что она родственница совершенно не обязывалась не общаться очень очень просто вспоминаем о том что только ты ответственно за свои границы вас то что это родственники совершенно не обязывает плясать реверанс и вести длительные беседы с родственниками и родственники также самое должны иметь чувствовать родственников также сама подозначаются границы то куда они могут докуда не могут подойти а где стоп и до свидания родственник не но она такой же человек и все другие остальные даже если она русско и вот эта вот идея том что родственникам позволено нарушать границы с детства взяты до тогда когда другим не позволено возможно это тоже фейковая идея бросил ниги также самые люди родственники также сама должен соблюдать границы понятно что и вы по отношению к ним соблюдаете границы но тем не менее это совершенно не совершенно не оправдание видео попытках нарушать границы совершенно не оправдание тебе то что это позволяет да я на самом деле достаточно такой категоричный персонаж я считаю что если родственники не уважают мои границы то я обеспечиваю безопасность своих границ и тогда с этими родственниками особо общаться не будут я не 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 очень понимаю почему если это родственник то я обязан общаться с теми кто нарушает мои границы от кого мне плохо совершенно не вижу в этом никакого можно родственников выстроить такие границы до чтобы они понимали ну и вы еще раз это всегда обоюдно это всегда относится ко мне так же там как и к родственникам да то есть я даже если это родственник я не буду нарушать границы родственника Я уважаю его границы, его личное пространство, я не задаю ни тактичных вопросов, я не сую нос туда, куда меня не приглашают, я не навязываю свою заботу и не ожидаю, что эти родственники будут жить так, как я считаю правильным. Я могу участвовать в той рамке, в которой меня пригласили, и мне безболезненно. Если это родственники, то это совершенно не обозначено, это обоюдно. С моей стороны это такое же уважение к границам родственников, но я также сам очень жестко обозначаю свои границы своим родственникам и не считаю, что позиция родственника дает право человеку меня кусать. Абсолютно. Если это родственник, от которого мне больно, то мои границы, я для себя дороже больше и важнее больше, чем родственники, даже если это родственники. Это про выбирать себя, а не следовать, а и про прекратить следовать детским, да, детско-радестским установкам о том, что если это условно тетя, либо брат, либо сестра, то ему все позволено просто потому что. Нет. Сфига ли, простите. И да, и это про границы, и это про то, что у большинства людей есть идея, что если кто-то нарушает границы, то это его ответственность, на самом деле нет. Если кто-то нарушает ваши границы, то это только потому, что вы это позволяете. И да, у вас есть, у большинства людей есть причины это позволять, потому что научили с детства, либо вернее не научили с детства, как выстраивать свои границы, как отстаивать свои границы, как защищать себя и свои границы перед родственниками в том числе. Это то, что мы делаем. Первое, с чего мы начинаем, напоминаю, на терапии шоковых травм, это выстраивание границ всем, кто их нарушает. И, собственно говоря, когда вы выстраиваете свои границы, когда вы научаетесь выбирать себя, а не родственника, себя, а не того, кто близок к телу, да, и, ну, близок к телу, как метафора, так как, господи, вылетел из головы. То у этих людей заканчиваются шансы вас укусить, даже из зависти. И тогда процент, кусающий вас из зависти людей, резко сокращается. Если вы находите, если вы замечаете, что вас завидуют и вас покусывают на работе, то бишь ваши сотрудники, здесь несколько проще и сложнее одновременно. Сложнее в том, что вы не можете просто взять и убрать человека из поля, вы, ну, связаны некой орг структурой. Родственники упрекают и критикуют. Ну, и запрекают и критикуют, так, чтобы вы не слышали. Знаете как? Когда меня нет, меня можно даже побить. Но мне, но мне в лицо, то есть, если меня нет, за моей спиной вы можете меня побить и сбить ногами, да, тогда, когда меня нет рядом. Все, что хотите, делайте, все, что хотите, думайте. Но если вы пытаетесь, если это родственники, которые пытаются прокритиковать и упрекнуть меня, я очень четко объясняю о том, что, ребята, ваше мнение сейчас не спрашивалось. Свою жизнь я живу так, как мне кажется верным и правильным. И давайте я не буду вас учить, как жить меня, как жить вам, потому что, в принципе, это то, что я умею. Да, а вы не будете рассказывать мне свои ожидания от моей жизни. Ну, все очень просто, на самом деле. Здесь другой, на самом деле, здесь другой прикол. Здесь прикол, похоже, в том, что вам важно, чтобы вас эти родственники любили. Да, и тогда вы терпите, ну, и как-то пытаетесь доказать им, что вы достойны того, чтобы вас любили тем способом, которым вы можете. А это не работает. Не работало до сих пор, вряд ли сработает когда-то. Домашние, когда я приехала с Одессы, мне рычат, королева приехала. Я хочу жить в лучшей качестве. Можно принять комплимент про королеву. Да, можно принять комплимент про королеву. И это тот самый случай, когда родственники начинают покусывать и завидовать. Я королева. Если вы перестанете конфузиться от того, что вам говорят, королева приехала, а скажете, да, королева, пожалуйста, кланяйтесь, народ оторопеет, офигеет, побурчит, поворчит, но королеву называть перестанет, либо начнёт называть шутку. И здесь ещё раз очень сильно зависит от того, как вы реагируете на это. То есть если меня в каком-то моменте, я писала об этом, рассказывала об этом, мама, моя мама меня всегда упрекала о том, что я люблю царствовать и барствовать, за то, что я очень любила комфорт с детства. Не то, чтобы у меня он был, у меня его в детстве не было, но мне очень этого хотелось. И если очень долго из-за этого очень болезненно воспринимала свои стремления царствовать и барствовать, то на каком-то этапе я согласилась, что стоп, ребят, да, я хочу царствовать и барствовать, я хочу комфорт, мне это нравится, мне этого хочется. Вот в этот момент это перестало быть для меня болезненно, потому что, ну да, потому что да, Потому что я хочу царствовать и барствовать, я хочу комфорт очень высокого уровня, мне это нравится. Терпеть тоже сложно, бесишься от этого внутри. Так я же не говорю терпеть это. Ещё раз, я не говорю, люди, я не говорю терпеть это, я говорю обозначать свои границы и не разрешать на свои границы нападать, просто обозначать. Да, я королева, кланяйтесь. Ты хочешь царствовать и барствовать? Да, я хочу царствовать и барствовать. Да, ну вот так, придётся с этим смириться. Ещё раз, это если мы говорим про людей, которые близки к телу, имеют доступ к телу. Если мы говорим о работе, то здесь с одной стороны проще, с другой стороны сложнее. Сложнее в силу того, что вы находитесь, вы не можете просто дистанцировать, да, вы не можете просто перестать приезжать к родственникам. У меня были на определённом этапе родственники, были, они, собственно говоря, есть, но когда я словила себя на мысль, что не хочу от них ехать. Ну не хочу. Вот, периодически ездила, потому что надо, потому что родственники, потому что, ну как бы, а потом поняла, что я не хочу ездить. И вот, когда я поняла, что я просто не хочу ездить, я не поняла, почему я перестала понимать, а почему я должна ехать. Ну, перестала ездить. Вот с тех пор, как я перестала ездить, я ещё ни разу не пожалела. Ещё ни разу не подумала о том, что, наверное, зря. Потому что, да, это были родственники, я ездила туда, потому что а-ля надо в детстве научили. Да, кайфу мне от этого никакого не доставляло от слова совсем. Я себя периодически насиловал, заставляла туда ехать. Потом я согласилась с тем, что, ребят, ну я не хочу туда ехать. А если я не хочу, не очень понимаю, зачем. Только то, что они родственники, ну, совершенно ничего не решает. Перестала ездить уже очень много лет, уже не помню, сколько лет. Я не езжу и ни разу не соскучилась. Да, и так бывает тоже. Идея о том, что все родственники обязаны друг с другом всегда общаться, все обязаны друг друга любить, сильно искажена. Ну, не обязаны. Да, есть родственники, которых я очень люблю, есть родственники, которые мне ни холодно, ни жарко. Тратить время на тех, с тем не холодно, ни жарко, я как-то не очень. Я достаточно жестка. В этом достаточно честно с собой. Так вот, последнее, что хочу сказать по поводу работы. На работе, если кто-то покусывает вас, у вас есть понятные должностные инструкции. И очень часто, достаточно часто сложности во взаимоотношениях с сотрудниками на работе, про то, что люди путают работу с семьей, про то, что людям так не хватает каких-то теплосемейных отношений, что очень многие стараются на работе выстроить теплосемейные отношения. А это глюк абсолютный. И, конечно, если я очень хочу на работе иметь такую же теплосемейную обстановку, а меня кто-то покусывает, то это очень больно. Откажитесь от идеи выстраивать на работе теплосемейные обстановки. Пусть это будет бонусом, а не правилом взаимодействия. У вас есть должностные инструкции. И когда вы следуете очень четко должностным инструкциям, полностью обезопасивая себя со всех сторон, тогда вас шансов укусить нет, просто нет. А потом можно выстраивать теплые отношения. Если вы договариваетесь, я когда-то очень давно, когда я еще работала на заводе, у меня было правило, что абсолютно все договоренности всегда были подкреплены мейлами с указыванием в копии указывания вышестоящих и того, кого это касалось. То есть если я даю указание, я отправляю мейл тому, кому я даю это указание, и своему начальнику в копию. То есть так, чтобы со всех сторон абсолютно все договоренности, абсолютно все дедлайны, абсолютно все сроки, абсолютно все прописывается, да, абсолютно все подтверждается полностью прописанными мейлами с указанием в прикрепленных, просто это не на русском происходило, сейчас на русском путаться, да, с прикрепленным босиси всех, кого это прямо либо косвенно касается. И тогда ваши слова невозможно извратить, и тогда невозможно сказать, а она мне не сказала, я неправильно поняла, и так далее. И все обращения, и все договоренности, которые были связаны со мной, должны были обязательно быть подкрепленными мейлом, босисием с прикреплением всех кого-то прямо либо косвенно касается. И тогда никто не мог сказать, а я ей говорила, и она сделала. И вот тогда, когда это было, и не сделала, да, и тогда, когда вот эта вот вся коммуникация, вы берете за правило всю коммуникацию подкреплять письменно, абсолютно все, это берет 30 секунд, не больше, да, тогда вас подкопаться и подставить вас практически невозможно. А когда подкопаться, укусить и подставить вас практически невозможно, потому что свой функционал вы исполняете на, знаю, на 100% и полностью защищены со всех сторон, вот тогда совершенно чудесным образом можно выстраивать теплые и дружественные отношения. Потому что даже если они не дружественные, на работу вы приходите работать, а не дружить. А вот если вы приходите на работу не работать, а дружить, тогда здесь уже вопросы, с кем вы своих сотрудников путаете, либо с кем вы путаете свое начальство. И иногда вы путаете свое начальство с мамой, папой, сестрой, либо своих сотрудников с детьми, мамой, папой и сестрой. И вот на момент, если вы разделяете, да, на работу я прихожу, работу работать, а не дружить, И тогда, когда работа работает так, что никто никому не подкопается, вот тогда можно уже дружить за рамками. И тогда в рабочем формате вас тоже укусить будет крайне сложно. Практически невозможно, потому что вы прикрыты со всех сторон. Меня на работе укусить было невозможно. Это, в принципе, все, что я хотела вам сказать на сегодня. Смотрите, основной мой месседж в контексте защититься от зависти, да не защищаться от нее. Признавать то, что есть, зависть есть. Соглашаться с тем, что если я буду двигаться и продолжаю двигаться вперед, мне будут завидовать, это правда, никуда от этого не денешься. Следить за своим эмоциональным состоянием. Если вы чувствуете, что вы проваливаетесь, благодарность вам в помощь. Найдите книгу «Магия» про благодарность. Найдите, начинайте просто каждый день в течение хотя бы месяца писать по 10 разных благодарностей. Начинайте с этого дня. Написали, прочитали, прочувствовали, начали день. Вы постепенно, в течение уже двух недель, почувствуете, как ваш общий фон жизни, общий фон эмоциональный поднимается. Когда вы в приподнятом состоянии 500+, это любовь и выше, это радость, живете, любая какашка кинутая в ваш адрес, для вас становится просто дополнительной энергией, которую вы можете направлять в свои цели. Если вас покусывают из зависти, убирайте людей из своего поля, те, кто вас покусывают. Для чего вам они нужны? Чтобы вас кусали, ну, не очень имеет смысла, причем еще раз, да, это неприятно, но родственники совершенно не имеют никаких индульгенций на укус. Даже если это родственники, это совершенно не обозначает, что они имеют право вас кусать. Понятно, что это обоюдно, и вы не кусаете их. То есть можно показать зубы, чтобы было понятно, что сюда нельзя. И если это на работе, тогда обеспечьте свой функционал таким, да, исполняйте свой функционал таким образом, и подкрепляйте доказательства своего выполнения функционала таким образом, чтобы вас невозможно было укусить, и только тогда уже выстраивайте дружеские отношения с коллективом. В противном случае вы путаете коллектив с кем-то еще, и тогда имеет смысл разбираться, почему и для чего вы это делаете. Это, собственно говоря, все на сегодня про то, как взаимодействовать с завистью с противоположной стороны. Очень надеюсь, что эфир был для вас полезен. Делитесь этим эфиром. Завтра мы с вами будем говорить уже про деньги, про бизнес, про клиентов. Мы будем завтра говорить о том, на что реагируют клиенты с точки зрения поля, и что именно клиентов притягивает в вашу деятельность. Будьте завтра со мной в 9 утра. На сегодня это все. С вами была Светлана Горбыч, психолог на всю голову, специалист психологии благополучия. Эфиром делитесь. Я говорю вам до завтра. Пока-пока. Светлана Горбыч